Роуэн Уильямс, архиепископ Кентерберийский, выпускник Кембриджского и Оксфордского университетов, доктор философии, доктор богословия, один из ведущих богословов Англиканской Церкви, поэт, член Британской Академии и Королевского Литературного Общества. Не могли бы Вы в нескольких словах рассказать, что представляет из себя изучение патристики в наше время, с учетом всех вызовов современности и как патристика связана с такими дисциплинами, как история, философия и так далее? Начнем с главной причины, почему мы изучаем патристику. Она, безусловно, состоит в том, что наша христианская вера — это вера, опирающаяся на историю, и это означает, что наша христианская вера познаваема. То есть это то, что мы познаем, постигаем на собственном опыте, то, что мы открываем по мере развития своей личности. И если это так, то очень важно знать, как отцы учились верить, как использовались слова в символах веры, как складывалась литургия, каковы были социальные и интеллектуальные предпосылки, которые повлияли на их формирование. Патристика занимает для меня центральное место в поисках того, как именно мы научились верить. Каким образом занятия философией и историей помогают в изучении патристики? Я думаю, чтобы понять, как христиане пришли к вере, мы должны увидеть обстоятельства, повлиявшие на них. Ведь люди не приходят к вере так же просто, как совершают покупки в магазине — зашли и выбрали. Они приходят к вере, потому что какие-то обстоятельства интеллектуального и духовного характера подталкивают их в определенном направлении. Поэтому, говоря о Ранней Церкви, мы обращаем внимание как на молитвенную, так и на интеллектуальную жизнь. Нужно учитывать также роль самой общины, ее организации и уклада с одной стороны, и с другой стороны давления общества в целом. Таким образом, и социология, и история философских и духовных учений также являются частью патристики. Патристика ограничена конфессиональными рамками. Не обязательно, потому что можно делать хорошие исторические исследования и не разделяя веры, которую изучаешь. Но для верующего христианина изучать патристику значит познавать себя и свою церковь, а не просто понимать чужой мир. Так что я считаю, что если исходить из того, что лучшее исследование — это всегда исследование сочувствующих позиций изнутри, то лучшая патристика в конечном итоге всегда конфессиональна. Может ли патристика помочь в поиске единства церкви? Думаю, что да. Потому что если мы посмотрим на то, как христиане стали верить в то, во что они верят, мы увидим, почему некоторые слова, образы, формулировки стали общими для христиан. Как люди постепенно пришли к тому, что быть христианином означает говорить именно так. И когда мы воссоздаем обстоятельства, повлиявшие на то, что люди стали говорить именно так, а не иначе, мы начинаем понимать, что есть общего между нами. Мы видим, где есть почва для современных поисков, и где мы все еще можем найти единого Господа, и единую надежду, по крайней мере, чтобы, несмотря на все наши различия, иметь единство в таинствах. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.